Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Не так давно я сделал публикацию в инстаграме и в сообществе YouTube о неравномерном нагреве двух параллельных кабелей. Там я говорил, что кабели у нас используются абсолютно одинаковые. То есть вот они у нас подключены в параллель, имеют одинаковое сечение 120 квадратных миллиметров. Кабель у нас АШВ трёхжильный и подключены они с двух сторон шин. Вот таким образом. В фазе А у нас установлен трансформатор тока, который показывает нам, соответственно, величину тока в линии. Здесь у нас стоит автомат А3144. О нём я, кстати, сделал подробный обзор с разборкой и прогрузкой. И вот у нас здесь, в общем, секция 500 вольт, рубильник. И вот это всё наше присоединение. Сейчас нагрузка немножко уменьшилась. Вчера было 400+, сегодня у нас 300, около 350. Вот так выглядит это с обратной стороны панели. У нас стоят разъединители, ну или рубильники, кому как удобней. Дальше идёт на автомат. И вот с автомата у нас подключены наши два кабеля. Ещё раз повторяю, что кабели абсолютно одинаковые. Данное присоединение было смонтировано в одно время. Ещё в советское время кабели были взяты с одного барабана. И на протяжении многих лет такой проблемы здесь не наблюдалось. Да, кабели немножко плачут. Здесь они имеют большой перепад по высоте. То есть идут так вниз и потом идут сразу на подъём. Поэтому с того подъёма масло давит в разделку. И через разделку вот он здесь немножко сочится. Здесь вот на соседнем присоединении, в принципе, аналогично. Сейчас посмотрим эту всю картину через тепловизор. Вот шины с автомата. Вот у нас слева трансформатор тока. Фаза B у нас вообще вопросов нет. То есть фаза A. Ну вот здесь вот есть что-то немножко нагрев. Но это 60 градусов. В принципе, не так и критично. И фаза C тоже здесь 60-67. Тем не менее, смотрите. Как я вам вчера картинку и показывал. Один кабель у нас холодный. Вот его жилы. На данный момент 37-40 градусов. Оболочка одного кабеля 44, а второго 72. Ну, 70. Практически разница в два раза. И ещё вот можно увидеть, что этот кабель полностью прослеживается даже в кабельном подвале. Вон, видите, он красный лежит. Один-единственный такой. Другие все кабели, даже соседних присоединений, относительно холодные. А этот вот красный. Горяченький. Ну, сейчас, говорю, нагрузка стала меньше. 350. Вчера было больше. Соответственно, его температура была около 100 градусов. Картина с другой стороны. Ну, вот здесь мы видим нагрев. 71 градус. Здесь есть некоторый нагрев. То есть, вот это вот ближайшее жило, красное, да, вот слева. Тут имеется некоторый нагрев. Она же и уходит в нагретый кабель. То есть, да, здесь, может быть, и соединение нужно переделать немножко, отревизировать. Состояние у него, так сказать, не совсем удовлетворительное. Тем не менее, это все равно, даже если бы был тут нагрев, переходное сопротивление, то часть тока уходила бы в другой кабель. А эта жила, она находится именно в горячем кабеле. Что нам говорит в том, что здесь влияние качества соединений наконечников к шинам незначительная. Причина где-то находится в другом месте. Причина не здесь. А вот смотрите, это у нас пучок кабелей, которые уходят с этой подстанции. И мы вот можем увидеть наш кабель. Даже не нужно иметь трассо-поисковую систему в данном случае. Вот он, 68 градусов. Кобелек. Вот он здесь у нас виднеется. Так, ну что, в первую очередь, я сейчас, пока фидер еще находится в работе, проведу измерение тока в каждой фазе каждого кабеля. Чтобы получить уже более адекватные значения по распределению тока в кабелях. Ну и в дальнейшем посмотрим, если у нас распределение тока будет отличаться в два раза, а оно, скорее всего, так и будет отличаться, судя по температуре нагрева кабелей, то будем предпринимать какие-то дальнейшие меры. С каждой из сторон их разболтить, проверить сопротивление изоляции каждого кабеля. Также можно померить переходное сопротивление всего кабеля с помощью микрометра. Тоже нам даст определенный результат. Таня сказал, что здесь кабель имеет длину 150 метров, в районе 150 метров, и при этом имеет одно соединение. То есть где-то у нас имеются соединительные муфты. Возможно, что одна из муфт имеет большое сопротивление со временем, длительной эксплуатации. Ток идет по наименьшему сопротивлению и, соответственно, идет через один кабель в основном весь ток. А второй кабель с большим сопротивлением на муфте имеет меньшую нагрузку. Сейчас будем разбираться. Ну, в общем, рассказываю, в чем была причина такого аномального нагрева двух параллельных кабелей. А причина была очень простая. Вот в этом кабеле, который у нас с правой стороны, был обнаружен обрыв фазы А, то есть красной фазы, что подтвердилось измерением токов по каждой жиле кабели. При нагрузке 160 ампер я провел замеры. Везде было одинаковое распределение тока. По желтой было 80-90. По каждой, ну, примерно. По зеленой аналогично. А по красной наблюдалось, что вся нагрузка, все 160 ампер, ну, во время проведения замера, они шли лишь по одной жиле, то есть по одному кабелю. Вторая жилка у нас, она была в обрыве фазы С, соответственно, ток потребления на ней был ноль. Ну, там есть какие-то значения, но это больше наводки. Вот, в принципе, и вся история данного нагрева. То есть при тепловизионном нагреве был обнаружен, была обнаружена неисправность одного из кабелей, то есть найдено его повреждение. Самое странное то, что неизвестно, когда это произошло и как долго работал кабель в таких условиях. Потому что при повреждении, при возникновении повреждения, никакого отключения на данном фидере у нас не было. То есть никто не заметил, когда это случилось. Только при тепловизионном контроле. Вот еще раз лишнее доказательство тому, что тепловизором мы смотрим не только нагревы всех контактных соединений, аппаратов, защиты, но и такие вот аномальные нагревы, в том числе кабельных линий. Повреждение в итоге было найдено на соединительной муфте в районе 30-35 метров. Как мы производили поиск повреждения кабеля, это уже отдельная история. Возможно, что я когда-то расскажу вам более подробно про поиск места повреждения кабеля, какими приборами мы пользуемся, как осуществляется поиск, как осуществляется прожиг и тому подобное. Соответственно, соединительная муфта была переделана. Ну и здесь произведена некоторая ревизия. Это с лицевой стороны. Ну а сейчас проверим нагрев после устранения всех неисправностей. Как видите, сейчас абсолютно другое дело. Максимальная температура 29 градусов и температура нагрева кабелей одинаковая. Вот 25, 25. Отлично. Давайте посмотрим с другой стороны, с лицевой. Кабель имеет одинаковую температуру. Вот так должен выглядеть на тепловизоре нагрев двух параллельных кабелей. То есть они должны иметь одинаковую температуру. Нагрузка сейчас составляет 160-170 А. Да, не так, как раньше. Первый раз я зафиксировал такой нагрев при нагрузке 400 А и больше. Сейчас нагрузка чуть меньше, но все равно распределение тока видно наглядно. В общем, вот такое небольшое видео про интересную, необычную ситуацию, возникшую при эксплуатации электрооборудования. Всем спасибо за участие в обсуждениях. Кое-кто высказал и предположил очень интересные мысли. На этом, пожалуй, все. Если вам данное видео понравилось, то обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Ну и еще вставлю в этот видеоролик небольшой сюжет о нагреве. В общем, фаза А подключенная к автомату типа А37 на 630 А имеет нагрев. Так, в принципе, визуально ничего не видно. Давайте посмотрим через тепловизор. Вот. 95 градусов. На соседних шинах по 35. 30-35. Вот наш нагревчик. Вот. 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 нагрузка составляет у нас около 100 АПЕР. Ну, даже меньше. 80 АПЕР. КОНЕЦ. АПЕР. АПЕР. Продолжение следует...